Наша служба и опасна, и трудна. Под таким девизом осуществляют рейд по социально опасным, ранее судимым гражданам сотрудники правоохранительных органов. А что делать? В любом случае, за теми, кто выходит из мест не столь отдаленных, нужен глаз да глаз, так как многие из них склонны к рецидиву. И ни один сотрудник милиции не знает, что произойдет после того, как он постучится в дверь бывшему заключенному. Что вы выталкиваетесь? Поспокойнее себя ведите. Работу снимают, работу милиционера. Сотрудники милиции в эти дни проверяют лиц, состоящих на профилактических учетах, квартиры с репутацией притон, подвалы, чердаки и иные места концентрации асоциальных элементов. Особое внимание будет уделено ранее судимым лицам, проверке иностранных граждан или без гражданства. Главная задача сотрудников правоохранительных органов в период проведения специального комплексного мероприятия «Правопорядок» – это своевременное выявление и пресечение любой противоправной деятельности. Специальное комплексное мероприятие «Правопорядок» проводилось с 15 по 17 июня по всей Брестской области. За это время удалось проконтролировать сотни ранее судимых лиц, а также провести профилактику противоправных действий иных граждан. На территории Муховецкого сельсовета на учете в уголовной исполнительной инспекции состоит 41 лицо. Это различные категории, подназорные лица, формалисты, лица, которые ограничены без направления в условиях. Но все же некоторые ранее судимые граждане становятся на путь исправления. Один из таких – Сергей, который крепко завязал с прошлым и начал вести трезвый образ жизни. Несмотря на вторую группу здоровья, он начал делать ремонт в своем доме, а, конечно же, не без помощи родственников и друзей. При этом он с пониманием относится к подобным акциям со стороны сотрудников милиции. Эффективно, если кто-то внушить не может, но, по крайней мере, милиция что-то расскажет, какое-то внимание, может, какая-то сдержанность будет, какие-то рамки будут у людей. Сотрудники УВД Брестского облсполкома и дальше будут проводить подобные профилактические мероприятия. Ведь благодаря им лица, которые пытаются социализироваться после мест лишения свободы, стоят на строгом контроле.